Вебинар ВФГ «Знание для всех» – это второй и последний вебинар в этом году. Пожалуйста, у нас хороший сегодня подбор. Мы охватим широкий круг тем по нарушениям свертываемости крови и их лечению. И у нас есть представители Американского общества гемофилии из Нового Орлеана. И мы сегодня услышим более подробную информацию по ключевым темам. В первую очередь, хочу представить наших первых спикеров, которые представят свои идеи в первой части вебинара. Патресия Кабре, в первую очередь, она является педиатром, а также координатором программ и услуг Каталонской ассоциации гемофилии. Она также является частью, членом комитета, социо-психологического комитета ВФГ. Во-вторых, я хочу представить Адольфа Лениаса, который работает в Колумбии в Багате и также работает в университете Лос-Андес в своей стране. И в-третьих, выступит Луиджи Солеймена, который работает в травматологическом отделении в Милане, в госпитале, который в Монгоре. Он также является одним из организаторов Конгресса сердечно-сосудистой функции. Патресия Кабре. Меня попросили рассказать о жизнестойкости и майндфулности. Возможно, эти слова звучат для вас знакомо, потому что об этом существует много научной литературы. Я хотела бы поблагодарить ВФГ за включение психосоциальных тем в сегодняшнюю сессию, потому что часто о них забывают. При таком хроническом заболевании, как гемофилия, лечение всегда стоит на первом месте. Но прежде всего мы должны всегда помнить, что за каждой болезнью стоит человек, который нуждается не только в медицинской помощи, но и во многом другом. Поэтому очень важно заботиться о человеке, а не только о его гемофилии. Гемофилия – это не только органическое поражение, но и субъективные последствия, которые она вызывает у каждого человека или члена семьи. Поэтому начать эту сессию таким образом очень важно, поскольку это подразумевает твердое намерение всесторонне рассмотреть все аспекты, связанные с нарушениями кровообращения. Словарь определяет устойчивость или жизнестойкость как силу и способность возвращаться к первоначальной форме, положению и так далее после сгибания, сжатия и растяжения. То есть это как эластичность. В применении к людям это означает способность человека приспосабливаться или легко восстанавливаться после болезней, невзгод, серьезных жизненных изменений и так далее. То есть это жизнестойкость. Американская психологическая ассоциация определяет жизнестойкость как процесс хорошей адаптации перед лицом невзгод, травм, трагедий, угроз или даже значительных источников стресса. Эта концепция возникла в рамках движения позитивной психологии. Она зародилась в 1998 году. Его направление в большей степени ориентировано на позитивный взгляд, на сильные стороны пациента, его способности, его успех, на то, в чем он хорош. Устойчивость это образ жизни, которого может достичь каждый человек, независимо от ситуации. Но исследования по этому вопросу не окончательны. Является ли это чертой личности, процессом, результатом? Единого мнения нет. Но чтобы это ни было, люди могут развивать в себе устойчивость. И это позитивная черта, желательная цель. Некоторые исследования выделяют четыре фактора, которые способствуют развитию устойчивости. Во-первых, сильная интеллектуальная функция. Наличие близких отношений с заботливыми родителями. Наличие связи с заботливыми взрослыми вне семьи. И умеренные трудности в раннем возрасте. Первые три фактора являются положительными. Последние звучит негативно. И это так. Но если подумать, то преодоление трудных времен – это то, что формирует устойчивость или жизнестойкость. Как правило, большинство людей с гемофилией испытывают как минимум умеренные, а может быть даже и серьезные трудности в ранней жизни и в последующий период. Одна из гипотез заключается в том, что, возможно, это доделает их более выносливыми. Действительно, исследования, воспринимаемые благополучие и здоровье при гемофилии, опубликованные в журнале «Психология, здоровье и медицина», показали, что люди с хроническими заболеваниями, такими как гемофилия, не только способны справляться с ежедневными трудностями, но и процветать и развиваться в трудных ситуациях лучше, чем взрослые без хронических заболеваний. Хорошая новость заключается в том, что существует множество способов помочь себе, почувствовать себя лучше, когда переживаешь трудные времена. Несмотря на то, что все мы справляемся с проблемами по-разному, по этой причине нам, специалистам, необходимо заботиться о каждом человеке с учетом его способностей, потому что гемофилии не существует. Гемофилии есть у всех и нет двух одинаковых. Существуют некоторые инструменты оценки способности пациентов к устойчивости или жизнестойкости. Здесь вы можете увидеть два формальных просника. Во-первых, Конор, шкала жизнестойкости Дэвидсона. И во-вторых, шкала защитных факторов 24. Мы можем использовать эту шкалу, но мы можем оценивать устойчивость и неформально. Мы беседуем с пациентами. Именно во время бесед мы можем услышать, что для них важно и как они справляются с ситуациями. Услышать свидетельства их сильных сторон, их интересов, их надежд. Вы можете вспомнить реакцию пациентов и членов их семей на диагноз нарушения кровообращения, свертываемости крови, извините. Или как они реагировали на случаи кровотечения. Даже прийти внимание на то, как они реагировали на другие проблемы. Имея всю эту информацию, мы можем помочь пациентам выработать устойчивость, стойкость. Мы можем просто напомнить им об их собственных успешных стратегиях в предыдущих стрессовых ситуациях. Мы можем предложить им стать предметом обсуждения идей пациентов о том, как реагировать на новые проблемы. И, конечно, мы можем поощрять их к созданию конкретных решений, где они чувствуют себя комфортно, чтобы справиться со своими проблемами. И, наконец, я приведу пример разработки вмешательства для повышения жизнестойкости, устойчивости, направленного именно на повышение устойчивости среди людей с ограниченными возможностями. Как мы уже говорили, поддержка вне себя – это важнейшая составляющая жизнестойкости, устойчивости, уверены. Есть организация по гемофилии, которая всегда поддерживает сообщество больных с нарушениями кровообращения, с фертываемостью крови, извините. Как правило, у них есть программы, нацелены на внимание к пациентам и семьям и информацией. Они предлагают наставничество или возможности группового обучения, наставничество сверстников. И обычно проводят ежегодную встречу или конференцию. На самом деле они представляют множество ресурсов, но вы можете получить больше информации о поддержке из Центра лечения гомофилии, потому что у них есть многопрофильная команда, которая занимается глобальным обслуживанием пациентам. Если вы можете заглянуть на сайт ВФГ или принять участие в программе, подобной этой. Существует множество сайтов, посвященных нарушениям свертываемости крови, с которыми вы можете ознакомиться. Но убедитесь, что они являются серьезным источником информации. Таково наше сообщество. Все мы принимаем реальное участие и стремимся улучшить качество жизни людей с нарушениями свертываемости крови. И сейчас я хотела бы поделиться с вами словами одного пациента нашей ассоциации. Вы можете найти его свидетельство в книге, которую мы публиковали в честь нашего сокаролетнего юбилея. Он объясняет. Если позволите, я приведу здесь аллегорию. На протяжении всего моего детства и юности я всегда смотрел на жизнь так, как молодой рыбак смотрит на море. На чудесный и необъятный источник рыбы. Источник пищи, бесконечной текстуры и цветов. Всегда удивительных, но всегда прекрасных, всегда драгоценных. Но однажды у этого невинного рыбака рождается сын. И он отправляется с ним на рыбалку. Этого сына толкает волна. Он падает в море. И не может выбраться живым. Как вы можете себе представить, представление рыбака о море кардинально меняется. Этот благодатный водоем, поставщик драгоценностей и пищи, превращается из светлого места, полного возможностей, в самый темный и страшный кошмар. Со мной в жизни произошло то же самое. Из обещания будущего, возможностей и процветания, существование превратилось в негостеприимное, коварное и мрачное место. Худшее из кошмаров. Но со временем, если вы выживаете, этот взгляд снова меняется. И вы узнаете, что ни море не является бассейном, ни жизнь не является голливудским фильмом. Не все белое, белое, не все черное, черное. Каждый должен научиться принимать выгоды и потери, которые влечет за собой наше существование. И когда вы придете к этому виду, вы можете снова начать наслаждаться теми дарами, которые предлагает нам жизнь. Пусть сейчас настоящее прекрасное, а это будет будущее непредсказуемо. Мое желание, чтобы было больше любви. Я всегда говорю, что мой опыт научил меня, что без здоровья счастье возможно, а без любви невозможно. Для меня это лучший пример, чтобы объяснить, что такое устойчивость или жизнестойкость. Теперь я попытаюсь кратко описать, что такое осознанность или mindfulness. Как я уже говорила, осознанность и жизнестойкость очень популярны. Оба эти понятия стали модными словами в области социальных наук и психического здоровья. Существует множество исследований, которые изучают потенциал осознанности в различных областях. Именно некоторые из них свидетельствуют о том, что эта техника помогает развить устойчивость. Осознанность берет свое начало в буддизме и в частности в медитации випассана. Випассана означает видеть вещи такими, какие они есть. Это и есть цель данного вида медитации. Согласно словарю, осознанность – это техника, при которой человек полностью сосредотачивает свое внимание только на настоящем, переживая мысли, чувства и ощущения, но не оценивая их. Сейчас я постараюсь объяснить вам, как начать практиковать это. Сначала найдите место, которое покажется вам спокойным и тихим. Если вы только начинаете, используйте короткое время, я предлагаю 10 минут, расположитесь удобно. Затем убедитесь, что вы находитесь в таком положении, в котором можете оставаться некоторое время. Почувствуйте свое дыхание. Делайте медленные глубокие вздохи и выдохи. Следите за ощущением дыхания. Как оно выходит и входит. Как воздух выходит и входит. Почувствуйте, как живот втягивается и вытягивается с каждым вдохом. Конечно, ваше внимание будет устремляться в другие места. Когда вы заметите это, переключите внимание на дыхание. Не осуждайте себя и не зацикливайтесь на содержании мыслей, которые вы обнаружите. Просто вернитесь. Все дело в том, чтобы снова и снова возвращать свое внимание к настоящему моменту через дыхание. Мы используем ощущение дыхания как якорь для настоящего момента. Когда мы практикуем осознанность, мы практикуем искусство создания пространства для себя, пространства для размышления, пространства для дыхания, пространства между нами и нашими реакциями. Хотя практика осознанности может показаться простой, это еще не все. Настоящий вызов заключается в том, чтобы каждый день находить время для того, чтобы просто продолжать это делать. Исследований об осознанности и ее многочисленных преимуществах огромное количество. Я приведу лишь некоторые из них. Осознанность позволяет регулярно тренировать внимание и осознавать то, что мы склонны упускать из виду, когда включаем автопилот. Осознанность позволяет осознавать, что вы чувствуете в данный момент. Благодаря этому мы можем меньше страдать от эмоций, переживать в прошлом, меньше предвидеть эмоции, которые могут возникнуть в будущем. А также лучше осознавать, какие эмоции мы испытываем в настоящем. Тревога – это нормальная функциональная эмоция, которая служит для активации организма перед возможной опасностью. Однако иногда она становится патологической. Тревога рождается из сильного представления о будущем, из предвосхищающего страха. По этой причине осознанность или mindfulness помогает уменьшить тревогу, концентрируя внимание на настоящем моменте. И, наконец, есть несколько исследований, которые показывают, что mindfulness или осознанность помогает справиться с болью. В третьем издании руководства по лечению гемофилии, World of Hemophilia, Мир Гемофилии, есть конкретная рекомендация для людей с хронической ортопатией. В заключении я хотела бы остановиться на двух идеях, которые присутствуют в этих рекомендациях. Во-первых, психосоциальное вмешательство повышает устойчивость пациента к внешним воздействиям, способствуя развитию самоэффективности и эффективности здоровья, когнитивной гибкости, выносливости, оптимизма и самозащиты. И, во-вторых, наставничество со стороны сверстников и возможности группового обучения способствуют поддержке, уменьшению изоляции, повышению восприимчивости и информации, укреплению жизнестойкости, устойчивости. Подобные услуги и программы часто предлагаются ассоциации. Поэтому, основываясь на своем опыте работы в ассоциации пациентов, я советую вам обратиться ко всем этим услугам и воспользоваться ими. Благодарю вас за внимание и в эти дни желаю вам счастливого Рождества с фотографией типичной каталонской традиции. Большое спасибо. Большое спасибо. Говорит Адольфа, я не могу вывести свои слайды на экран, потому что предыдущий оратор не убрал свои. Это то, что у меня написано. Пожалуйста, сделайте то же самое, что вы только что делали. Оно зеленым цветом окрасилось. Вот теперь. Я вижу ваши слайды, говорит Глен, да? Адольфа, может быть, вы слева на экране. Поставьте мышку, и вы могли бы... Ну, если Глен видит уже слайды, тогда, может быть, мы начнем. Да, все хорошо, говорит Джулия. Говорит Адольфа, да. Это презентация о застойных суставах. Это хорошая возможность поговорить об артропатии суставов. Целью этого разговора является представление патологических последствий постоянных кровотечений у людей с гемофилией и обсудить терапевтические решения для гемофилической артропатии. И сутью этого разговора будет поговорить о том моменте, когда вещи плохо работают с суставами. Я разделил этот разговор на шесть кратких моментов, и мы начнем с тяжелыми кровотечениями. Мы хорошо знаем, как это выглядит. И вопрос в том, когда это происходит, когда вы видите, что оно не отвечает на лечение. Что же вы должны делать? Я думаю, что необходимо рассмотреть вот эти пять вопросов. Во-первых, является ли диагноз куагалопатии действительно верным? Я думаю, что этот вопрос должен быть задан много раз в течение всей жизни пациента. Второй вопрос, есть ли какой-то не обнаруженный ингибитор, который есть у пациента. Второй, может быть, является ли это, когда у вас есть диагноз куагалопатии, вы часто с этим и остаетесь. То есть есть ли какая-то ассоциированная с этим осложнением? И четвертый вопрос, является ли печень функциональной? То есть относится ли это к диагнозистированной куагалопатии? И также есть ли какой-либо внешнемеханический фактор, который влияет на этот сустав? И суть в том, что эти пять вопросов, конечно, помогут вам, потому что может быть какая-то ошибка, которая была сделана в одном из этих вопросов. Синовит может быть результатом клинических ситуаций. И я хотел бы пригласить вас подумать о трех клинических ситуациях. Первое – это пациент, который развил синовит. Затем пациент, который без профилактики, не отвечает на лечение вторичной профилактики. И в отсутствии первичной и вторичной профилактики, что происходит? Это почему пациенты должны быть разделены? Потому что прогноз может быть разным, может отличаться. И то, каким образом вы подходите к этой проблеме, может отличаться. И вот эти три типа пациентов часто соединяются в литературе, которая рассказывает о лечении синовита. И часть вот этой сложности – это то, что часто это ошибочные моменты связывать это все вместе. И результатом вот этой ситуации, и чего мы хотим добиться, это деактивировать синавиум. И мы хотим вернуться. Очень часто мы ставим целью иметь субоптимальные результаты, часто сдаемся во время процесса. Поэтому нужно это рассматривать в общем и не идти ни на какие прям компромиссы. Поэтому мы хотим вернуть к состоянию, где профилактика является эффективной в предотвращении синовита. И так как меня попросили рассмотреть, во-первых, рассмотрение именно ситуации в развивающихся экономиках, я говорю о Колумбии. Здесь мы говорим об операции открытой синавиктомии. И в настоящее время это используется для таких нарушений, как артритис в некоторых снах. Но мы обычно не рекомендуем этот подход. Это очень сложно в плане ресурсов. И обычно результаты бывают очень субоптимальными. Если программа имеет хирургическое направление в основном, мы предоставляем разрешение хронической синавиктомии где-то в 80% случаев или больше с единственным вмешательством единым. Также есть радиосиновия терресис, который используется уже много лет. По многим причинам это во всем мире используется. Во-первых, потому что логистика сложна в плане доступности. Но когда есть доступ к препаратам для этой процедуры, это была бы моя процедура первая, которую я бы выбрал. Есть также ряд различных изотопов. Они все указывают на скорость, на размер сустава и на энергию реактивности. И есть различные аргументы, чтобы использовать один изотоп или другой. Но большинство из них хорошо работают. Здесь есть краткое резюме в документах, которые доступны в ВФГ. И они были опубликованы много лет назад доктором Джеймсом Лаком. И ситуации и позиции не изменились до настоящего времени. И я здесь подчеркиваю, что химическая синавектомия обычно использование этих медикаментов по назначению не были созданы именно для этого. И несмотря на то, что это не то использование, для которого оно было предназначено, оно все равно используется, является эффективным. Я рекомендую прочитать документы автором которого является Берналь. У нас есть разрешение со стороны комиссии по этике для использования. И у нас есть соглашение со стороны пациентов, когда мы используем этот препарат для лечения. Проблема в том, что иногда после того, как альтиновит уже урегулирован, все равно есть различные проблемы. Есть много разных вариантов, которые можно использовать. Это то, что используют уже много лет, а именно использование различных шарниров и гипса. Это когда вы видите здесь уже два примера пациентов, которые после процедуры, и они могут использовать вот эти аппараты. Это является довольно комфортным. Они могут двигаться сами. Типично где-то через 2-3 недели они получают, конечно, некоторые сложности. То есть невозможно полностью выпрямить ногу. И вот вы видите пример мальчика, который прошел через эту процедуру. И для этих пациентов мы используем другую процедуру, которая давно используется. Это называется задний релиз или высвобождение. Затем накладывается гипс. И затем пациенты после снятия гипса проходят реабилитацию. Есть некоторые моменты, за которыми необходимо следить, которые могут осложнить. Могут быть контрактуры или инверсия. То есть верхняя часть этого сегмента. То есть это довольно очевидно, но иногда некоторые вещи не совсем очевидны. Но есть и внешние факторы, которые усложняют вещи. Это кровотечения, которые сложно обнаружить. Например, которые вы видите здесь на фотографии и на схеме. На схеме обычно у пациентов они потеряют контроль над мышцами в колене. И это что приводит к атрофии. И они не могут вытягивать ногу. И это приводит к сеновиту колену. И это не улучшится, если не будет разрешена компрессия нервных окончаний. То есть необходимо всегда следить за этим и понимать, что это проблема, которая является первичной. И есть и вторичные какие-то осложнения. Это является классической ситуацией. То есть сейчас мы поговорим об анкелозе. Здесь мы проводим лечение. Нам необходимо проводить различные процедуры для того, чтобы пациент мог продолжать лечение. Здесь мы проводим мастеотомию. Иногда мы используем шурупы. И затем проводится физиотерапия. Затем гипсовый мост. И по мере того, как ребенок растет, возможно, придется продолжать работать, чтобы получить это полное растяжение и полное вытягивание, что является нашей основной целью. Здесь некоторые вещи, которые невозможно восстановить. Есть ряд технических знаний, которые требуются, особенно взаимодействия с опорно-двигательным, команды по опорно-двигательному аппарату для того, чтобы добиться хороших результатов. И есть многие команды в мире, которые показывают, что это возможно, которые делают это возможным. Последнее предупреждение. Люди с гемофилией часто развивают артрофиброз. И это часто является объяснением, почему артрофиброз развивается после операции у людей с гемофилией. И, конечно, необходимо иметь очень опытную команду для того, чтобы работать с этой темой. Итак, я надеюсь, Глен, что я смог рассказать о этих шести элементах, которые я хотела описать в своей презентации. И здесь вы видите, что есть целый диапазон. И опять же, я хотела бы поблагодарить вас, Глен, за возможность рассказать об этой теме. Я с нетерпением жду возможности ответить на вопросы, которые возникли у людей. Я всегда чему-то новому учусь, когда я слушаю вас. К счастью, у нас присутствует второй всемирно известный ортопед, а это Луиджи Солеймено. Луиджи будет представлять следующую тему. Старение и физические упражнения для людей с нарушениями свертываемости крови. Спасибо, Глен. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить вас и организаторов за то, что пригласили меня в состав спикеров на данном вебинаре. Доброе утро, добрый вечер, добрый день. Не знаю, где вы находитесь. И сегодня я представлю тему старения и физические упражнения. Я... Сейчас постараюсь тогда посмотреть, как я буду управлять презентацией. Я пытаюсь поменять слайд моей презентации. Вот это обзор, план моей презентации, содержание. Как вы понимаете, я буду говорить об основных вопросах лечения пожилых пациентов, о важности упражнений, о профилактике. И с Вальдиной Бегнацией я буду делать данную презентацию, потому что она также работает в нашем госпитале в Милане, в отделе физиотерапии. Давайте посмотрим, что такое гемофилия. В первую очередь, это ортопедическое заболевание с сопутствующими кровотечениями. И с моей точки зрения, в первую очередь, это ортопедическое заболевание. И это именно связано с нарушениями свертываемости крови. И сейчас что-то новое. Это... В настоящее время мы считаем, что старение это хороший вызов для нас бросает. И, конечно, необходимо наблюдать за прогрессом. Появляются заместительные терапии, противовирусные препараты. Но также важно отметить глобальный комплексный уход, предоставляемый специализированными центрами, которые обеспечивают продолжительную жизнь. И в настоящее время, конечно, проблемы возникают иного характера. И мы сталкиваемся с необходимостью решать возрастные клинические проблемы, ранее наблюдавшиеся в этой популяции. То есть необходимо, с одной стороны, решать проблемы с гемофилией, с другой стороны, со старением. И в большинстве случаев пациенты с гемофилией, и стареющие пациенты также заражены ВИЧ или гепатитом В, например. Это приводит к циррозу печени за 20 лет примерно в 20-30%. Затем существуют другие заболевания, которые связаны с старением, которые могут повлиять на функционирование почек и других органов, на функционирование мочевыделительной системы. Но, в первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания представляют особую сложность из-за противоположных рисков кровотечения при гемофилии и антитромботического лечения по сравнению с тромбозом. Конечно, это большой вызов для анестезиологов при проведении хирургического вмешательства. И говоря о общих руководствах, да, я думаю, что в настоящий момент данные о пожилых пациентах с гемофилией, страдающих другими заболеваниями, следует вести так же, как и их ровесников без гемофилии, не страдающих гемофилией. Но, помимо этого, в ФГ разработали мы определенное руководство и такой мультидисциплинарный подход. Относительно лечения проблем опорно-двигательного аппарата у нас есть и консервативный подход, хирургические процедуры. И контроль боли представляет собой особую проблему в обоих вариантах из-за противопоказаний к применению многих эффективных обезболивающих средств. И Патрисия уже нам говорила о том, что осознанность является очень важным моментом и подходом в этой связи. И как же управлять нарушениями свертываемости крови? Существуют эффективные экстренные процедуры, связанные с возрастом. Например, можно ответить о сложности переоперационного гемостатического менеджмента в связи с повышением риска тромбоза и перегрузкой объемом крови. Необходимо предпринимать индивидуальный подход к терапии, такой как антитромбоцитарная или антикоагулянтная терапия. Поэтому комплексное введение, мультидисциплинарный индивидуальный подход находится в центре внимания. Итак, были получены данные в Норвегии. И мы наблюдали, что количество процедур увеличилось с 21 в 1997 году до 66 в 2014 году. Это увеличение было связано с неортопедическими вмешательствами. Как я говорила ранее, необходимо применять мультидисциплинарный подход, иметь мультидисциплинарную команду. Чтобы в эту команду входил в состав гематолог, ортопеды, гириатор, физиотерапевт, медсестры, психолог, кардиолог, трудотерапевт, стоматолог. ВФГ нам предоставило определенное руководство. ВФГ рекомендует, что широкий спектр и меняющиеся потребности пациентов и семей лучше всего удовлетворяются с помощью многопрофильной команды по комплексному уходу. И необходимо, чтобы они имели доступ к другим спецопонфикационным заболеваниям, хронической боли, гематологии, иммунологии и генетике. Итак, говоря о профилактике и оценке, есть здесь ортопедическая точка зрения, это X-ray или снимки. Конечно, необходимо использовать и данные сканера, так называемые, и я сейчас предоставлю Валентине, которая представит точку зрения физиотерапии. Когда мы оцениваем пациентов, мы должны вообще все принять во внимание, анализ постуры всего человека провести. Мы должны также бароподометрию и стабилиметрию провести босиком. Затем необходимо оценить восприятие и функциональность пациента. Мы также обычно тестируем гибкость и это возможности двигаться. Все эти данные и факторы, все эти оценки являются основой для выбора вида спорта. Как можно привлекать пациентов к спорту и физической деятельности? Мы знаем, что в 70-х годах, прошло века, Люгидим, ЖЖ-8 СВИЧ рекомендовали воздерживаться физической активности из-за предполагаемого повышенного риска кровотечения. Сегодня признано, что физическая активность необходима для поддержания здоровья. Но все-таки это недостаточно распространено, и люди с гемофилией все еще воздерживаются от физической упражнения. Необходимо менять подход как с точки зрения физиотерапии, так и с психологической точки зрения. Как я говорила ранее, анализ осанки является основой для нашей оценки. Мы должны посмотреть, каково отношение между структурой и функцией. Мы должны делать акцент на всем теле, как на делимой системе. Как говорил мой коллега, у нас есть суставы. Вот проблема с застойными суставами. Но суставы являются частью нашей системы. И проблема вообще-то может возникать, конечно, в спине. И эта дисфункция должна быть решена среди наших пациентов. Как я говорила, вот здесь изображен пример оценки осанки и какие данные могут быть получены. Вот данный пациент анализируется, но не означает, что потом это перейдет в хирургическое вмешательство. Мы просто анализируем разные проблемы с суставами, например, и анализируем полностью его тело. Когда мы говорим о профилактике и о лечении, в первую очередь мы делаем акцент на упражнениях. На тренировке силы и сопротивлении необходимо глобальная проприоцепция. Все это может поддерживать и даже улучшать глобальную двигательную функцию, легочную функцию, садечно-сосудистую функцию. Цель заключается в привитивном мерах и контроле проблем конкретного человека или конкретного пациента. Итак, силовое упражнение для увеличения силового упражнения. Это изометрические упражнения для увеличения сил. И мы смотрим, если можно дополнительную нагрузку включать. Укрепление мышц необходимо для стабилизации суставов, пораженных кровотечений, артерий. Тренировки с сопротивлением необходимо для улучшения способности ходить. Здесь мы говорим о глобальной проприоцепции. Дисбаланс может увеличить риск падения и кинезиофобия в этой популяции. Более того, это может увековечить порочный круг сидячего образа жизни, ухудшить состояние опорно-двигательного аппарата, увеличить риск кровотечения. Растяжка. Упражнения на растяжку для улучшения гибкости мышц и сухожилий вокруг пораженных суставов, уменьшение боли и улучшение равновесия. И отмечу, что пассивное растягивание для компенсации украничений вызывано дисфункциями и наблюдаемого во время проверки постурального анализа, является очень важным. Говоря о спорте, можно сказать следующее. В ряде исследований сообщалось, что физическое упражнение может повысить эффективность лечения и предостановить, предотвратить нарушение свортовости крови или кровотечения у больных с гемофилией. Конечно, мы должны индивидуальные преференции, предпочтения, интересы человека учитывать, физические состояния, возможности, местные условия, доступные ресурсы. Руководство нас поощряет использовать бесконтактные виды спорта. Высококонтактные виды спорта связаны с столкновениями и следует рассматривать только в том случае, если человек принимает адекватную профилактику для предотвращения таких видов деятельности. И здесь можно также рассматривать такие виды спорта, как плавание. Что мы можем сказать? Конечно, старение и гемофилия – это новый великолепный подход, который был нам брошен. Необходимо принимать именно мультидисциплинарный подход. Он должен быть обязательным и учитывать все характеристики стареющих пациентов. Но необходимо нам собрать дополнительные данные, поэтому необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как правильный подход к данным пациентам иметь. Спасибо, Валентина. Спасибо, Глен. Спасибо всем. Спасибо, Луиджи и Валентина, за такую интересную презентацию. Мы сейчас откроем секцию вопросов и ответов. Вот поступили некоторые вопросы через раздел вопросов и ответов. Давайте начнем с Патрисии. Давайте посмотрим, Патрисия подключилась или нет. Да, необходимо включить, активировать, включить камеру. Вот Патрисия с нами. Да, я здесь. Эвелин, Джулия, вы могли бы видеокамеру включить? Патрисия. Итак, есть вопрос. Это человек из Мали. И ему интересно узнать об устойчивой жизнестойкости. Каков подход должен принять, должна принять ассоциация гемофилии, если у ребенка была диагностирована гемофилия? Как можно использовать данный подход среди детей? Хорошо, говорит Патрисия. Я попытаюсь... Прерывается звук. Извините, я должна выключить... Прерывайте звук у Патрисии. Тогда я должна выключить функцию перевода, да? Хорошо. Молчание. Потому что вы слушаете перевод, да? Да. Потому что... Да, тогда выключите перевод. Прошу прощения. Да, в первую очередь. Финансовые трудности, конечно, представляют проблему и вызов. Но для ассоциации пациентов и особенно для семей с маленькими детьми самое важное – это оказывать содействие в том, чтобы не оставаться одним в одиночестве. И мы можем уже предоставить большое количество случаев, кейсов и опыта. То есть мы обладаем хорошей базой, ресурсной базой для улучшения жизнестойкости, устойчивости. И мы, как профессионалы, всегда ценим, как они решают проблемы в жизненных ситуациях. И учитывая вопрос относительно того, как дети могут заниматься mindfulness или осознанностью, да, они могут этим заниматься уже с детского возраста. Но как-то я прочитала статью, в которой говорилось следующее, что осознанность является особым инструментом, потому что вы можете, как взрослый, сделать следующее. Вы сами должны практиковать, упражняться в этом. И потом, когда вы накопили опыт в этом упражнении, вы можете посмотреть, как это подходит вам, а затем перенести это на ваших детей. Ну, конечно, это очень интересная деятельность, активность для занятий с детьми. Спасибо, Патрисия. Вопрос для Луиджи. Прошу прощения. Вопрос для Адольфа, в первую очередь. Профилактика для гемофилии. Какую роль могут играть удлиненные полуфакторы выведения? Говорит Адольфа, я думаю, что это очень связано. С сохранением суставов. Найти препарат – это большой вызов, но когда вы это сделаете, тогда вопрос будет разрешен, и у вас будет прямое направление на качество жизни и на независимость. Я думаю, что все, кто работает с гемофилией сегодня должны иметь вот эти три слова во главе всего, что они делают. Потому что когда мы смотрим на опросники наших пациентов, и когда они могут выразить свои нужды и свои ожидания будущего, это те три слова, которые очень важны. И я вам скажу, что несмотря на то, где вы находите и где бы вы задавали этот вопрос, получите тот же ответ. То есть продлить или отделить пациента от дискомфорта как можно дальше одно от другого и как можно дольше. Дольше. Хорошо, спасибо. Говорит Глент, и я задам вопрос и Луидже, и Адальфу прокомментировать по этому вопросу. Насколько молодым должен быть пациент для того, чтобы рассмотрели возможность проведения ТКР? ТКР. Луидже, вы можете? Говорит, Луидже, нет никаких ограничений с моей точки зрения. Я в прошлом году провел операцию на 14-летнем ребенком. Это очень молодой пациент, и у него было 90% контрактуры, и сустав был совершенно разрушен. И я сделала операцию по замене сустава. То есть в любом случае замена колена у пациента с гемофилией, у детей это очень иногда. У меня было мало таких случаев, но тут нет ограничений. То есть когда есть необходимость. Говорит Адолфа, вы хотели бы что-то добавить? Я не... Я говорю то же самое, что говорит Луидже. У нас был опыт в замене суставов у подростков и у молодых девочек. И часто у мужчин, у которых были проблемы с суставами, с точки зрения клинической, когда человек достиг того момента, где он для того, чтобы продвигаться вперед со своими ожиданиями, со своими надеждами, и сустав является препятствием, здесь необходимо много помощи получить со стороны коллег, которые работают в сфере психического здоровья. И в зависимости от срочности этого задания, то есть нужно оценить, действительно ли человек является достаточно зрелым для того, чтобы принять это решение, для того, чтобы провести эту операцию, чтобы иметь функциональные суставы, или это будет большим выздовом для подростка, который... То есть я думаю, что лучше с этим также согласиться. Мы очень много говорим с пациентами, с их семьями, и иногда у них очень серьезные, есть и очень зрелые решения, которые они принимают. Но это всегда очень персонально, очень зависит от случая. И мы всегда принимаем это решение. То есть когда есть ребенок или подросток, у которого проблемы с кожей, может быть, с волосами, с жизнью, и вам необходимо помочь ему принять решение. Спасибо. Так, у нас есть еще парочка вопросов, поэтому нам нужны очень краткие ответы. Я думаю, что это вопрос к Валентине. И вопрос, какие-то легкие инструкции, которые вы могли бы представить взрослым, которые страдают в гемофилии, чтобы начать упражнения по усилению без покупки какого-то особого оборудования. Говорит Валентина. Во-первых, человек должен пройти сначала оценку для того, чтобы посмотреть, какие упражнения он может делать, потому что не всегда программа всем подходит. Но очень часто вес тела является очень важным моментом в любом упражнении. Я бы начала с асимметрической контракции. Это легко делать. И также растяжку. Мы не можем никогда забывать, насколько важна растяжка. И начиная с этого, мускулы будут готовы для того, чтобы усиливаться. И думаю, что это является хорошим началом. Спасибо, говорит Глен. Итак, давайте последний вопрос. Мне нужен также краткий ответ. Это вопрос от Ширины Равенбенда. Адольфа, вы бы рассмотрели синовиктомию для детей с ингибиторами до того, как они завершат свой рост? Говорит Адольфа, да. Да, ну все, спасибо. Глент, у нас еще парочку ответов осталось. Луиджи Адольф, пожалуйста, вы могли бы ответить на эти вопросы в разделе Q&A, чтобы было бы замечательно. А сейчас мы тогда перейдем к нашему следующему выступающему. У нас еще три выступающие. Я всех их представлю. А затем мы перейдем к презентациям. И затем в конце часа у нас будет опять раздел вопросов и ответов. Итак, Рады Казмерик. Он работает в Всемирном центре по педиатрическим исследованиям. Он также работает со мной очень плотно в последние годы как председатель комитета СПССА. Он очень активно там работает. И он расскажет немного о различных методах лечения. Следующая Кэсэрин Хейвуд. Это профессор по патологии в Университете Антарио в Канаде. И она рассказывает о молекулярных аспектах гемостада и дисфункциях, нарушениях тромбоцитов. Затем доктор Энди Джеймс. Он является профессором гинекологии и консультирующим профессором в Университете Эдюк в Северной Каролине Соединенных Штатах. Он давно печатается по вопросам репродуктивного здоровья. И сейчас мы перейдем к первой презентации. Это Радик. Вам слово, пожалуйста. Говорит Радик Кожмарик. Давайте я посмотрю, есть ли у меня контроль, чтобы двигать слайды. Отлично, да, спасибо. Хорошо, тогда приветствую всех. Я расскажу немного краткое содержание того, что существует в плане методов лечения и одобренных препаратов. У меня все 15 минут, поэтому давайте сразу начнем. Итак, лечение гемофилии очень быстро развивается. В последние годы и сейчас кроме различных заместительных терапий, концентратов фактора свертывания крови, существуют продукты, полученные из плазмы. Также незаместительная терапии уже готова, уже доступна на рынке. И с августа этого года уже есть две первых генных терапии, которые были одобрены для гемофилии А и гемофилии Б. Также пациенты, которые используют ингибиторы, у них также есть шунтирующие агенты, APCC и также рекомендантный активированный фактор 7. Другие, это было недавно одобрено, оно схоже с предыдущим, но он не используется с использованием биореактора. И вместо этого он производится с помощью трансгенетических кроликов и десекрецируется... В самом начале этот продукт был только доступен в Соединенных Штатах, но в этом году он также был одобрен в Европе. Удлиненные периоды полувыведения появились на рынке, которые позволяют меньшее количество инфузий, более высокие уровни дозы. И где удлиненные в 1.2-2 раза период полувыведения для фактора 8 и в 4-6 раз для фактора 9 за счет пегелирования или слияния FC-фрагментом IgG или с альбумином. То есть сейчас это применяется 2 раза в неделю вместо предыдущих 3 раз в неделю. Что касается пациентов геомофилии B, это было также расширено до 2 недель. Однако пациенты, которые хотят использовать меньше инфузий, есть необходимость продолжать развивать эти терапии. Затем следующее поколение новых препаратов, это ВИВВ-001, это новый синтезированный белок, состоящий из фактора 8 домина Д, Д3 фактора фонолимбранда, также фиес фрагмента иммуноглобилина G1. Это период полувыведения продлился до 37 часов. Этот препарат хорошо работает, он сейчас находится на фазе 3 и возможно будет лицензирован в следующем году. Другие новые терапии, которые также сейчас развиваются, это терапии, которые находятся на третьей стадии клинических исследований, которые доступны с 2017 года. Тем нефакторные терапии, которые используют другие механизмы действия, они предлагают многие улучшения. Это очень легкое подкожное введение, также эффективность для пациентов при гомефилии А и Б, за исключением без специфических антител и с ингибиторами или без. В общем, они показывают лучшую эффективность для продлинной профилактики, стандартной, лучше эффективность, чем стандартная профилактика, но это, однако, есть и некоторые ограничения, то есть это есть различные механизмы действия, которые неизвестны, также есть невозможно измерить их с помощью старых анализов. Итак, эмусизаман это был первым препаратом. Сейчас есть биспецифические моноклональные антитела. Это есть один одобренный в 2017 году унифакторный препарат, биспецифическое антитело, имитирующий фактор 8А. Он работает при гомефилеи А и Б. Это может быть введено раз в неделю или раз в месяц подкожно в зависимости от пациента. То есть здесь эквивалент где-то в 10% фактора 8. Есть, конечно, возможность продолжать работать, потому что здесь относительно низкая специфическая активность фактора 8А. То есть часто необходимо 1600 раз больше фактора 8А для того, чтобы достигнуть более стабильных уровней. Есть уже две молекулы, которые сейчас разрабатываются в настоящий момент, но работа все еще ведется. Затем имосизумаб был разработан путем рекомбинации антифактора 9А и антифактора 10 антител с оптимальными свойствами соединенатами. И здесь это очень обещающие молекулы. Сейчас в настоящее время оценивается на второй и находится на второй фазе клинических исследований. Это два новых биспецифических антитела. Есть также различные клинические исследования, которые используют реабилансировку и терапию восстановления равновесия. Три подхода к этому есть в клинических испытаниях. Это антитела против ингибитора пути тканевого фактора или TFPI. Аббревиатура на английском. Также малая интерферирующая РНК нацелена на тетрамбин. И ингибитор сериновой протеазы или серпин активированного протеина С или АПС. Аббревиатура на английском. То есть это то, что происходит и в стандартных терапиях, заместительных терапиях. Или мы можем частично заменить антикоагулянтные факторы. Один подход использования монокломальных антител. Это TFPI антитела. Есть четыре разных TFPI антител, которые сейчас находятся в клинике. Одна из них находится на третьей фазе исследования. Одна завершила первую фазу, другая завершила вторую фазу. Однако была прекращена из-за серьезных осложнений с тромбозом. Все эти молекулы вводятся подкожно. Либо раз в неделю, либо раз в месяц. Затем есть другой препарат. Фитусиран. Это синтетическое малое интерферирующее РНК. Которое блокирует транскрипты антитрамбина. И эти модификации РНК. Этот препарат вводится подкожно один раз в месяц. И сейчас находится на третьей фазе клинической программы. Эти программы уже несколько раз прерывались из-за травматических событий. Однако она сейчас продолжается под строгим мониторингом пациентов. Так, самая последняя добавка в препаратах это серпин активированного белка С. Или серпин PC на английском. Это ингибитор сериновой протеаза серпина активированного белка С. Эта терапия вводится один раз в месяц. Подкожная сейчас находится на второй фазе. Ну и наконец, так давно ожидаемая генная терапия. Мы смотрим на генную терапию как самое лучшее решение. Всегда на это смотрели. И в последние несколько лет клинические исследования показали, что это имеет действительно хороший потенциал. И есть четыре разных программы генной терапии, которые проходились. И одна генной терапия для лечения гемофилии А была условно удобрена в Европе в этом году. И одна генной терапия для лечения гемофилии В уже была одобрена в Соединенных Штатах. Так, прибытие вот этих двух первых генных терапий является огромной вехой. И они привели к большому энтузиазму среди специалистов. То есть она приводит к нормализации гемостаза у некоторых пациентов. И эти показатели выше, чем другие терапии. Более того, в то время как факторы уровни, это очень эффективная ее эффективность, доказано тем, что экстремная вариабельность и непредсказаемость выражения, снижение уровней фактора 8. Мы не понимаем, почему полностью снижаются уровни фактора 8. И мы также полностью не понимаем токсичность, которая является очень привычным и обычным результатом во время исследований. И именно супрессия также имеет влияние. И мы еще полностью не знаем ответов на то, почему это происходит. Это очень хорошо работает на некоторых пациентах. Но мы все еще не достигли оптимальных результатов. И так как у нас нету полных ответов, поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования. Очень много неясностей. Поэтому необходимо продвигать исследования. и для того, чтобы получить более долгосрочные результаты и понимание решения. Но сейчас есть использование различных подходов, которые находятся все еще на очень ранних стадиях клинических исследований. Поэтому нам необходимо подождать и подождать, чем это закончится. Спасибо за внимание. Спасибо, Радик, что за 15 минут изложили информацию, которую могли бы мы слушать в течение 4 часов. Сейчас слово предоставляется Кэтрин Хейворд, которая предоставит нам информацию о диагностике нарушений функций тромбоцитов. Я рада представить вам тему диагностика нарушений функций тромбоцитов. Это очень трудно для диагностики. Конечно, здесь мы будем охватывать в первую очередь пациентов с нарушениями функций тромбоцитов. И эта презентация является результатом совместной работы и работы разных исследователей, целой группы. Вы видите здесь информацию о всех источниках информации, всех тех, кто несли свой вклад в данные результаты и в данную презентацию. Я не могу контролировать презентацию. Итак, у меня нет ограничений по раскрытию информации. Итак, диагностика заболеваний функций тромбоцитов необходима. Для диагностики необходима история кривотечений. Это лабораторные диагностические исследования, включая подтверждение отклонений на последующих бросах и с помощью более специфических тестов. Итак, давайте начнем с кейса. Очень трудные случаи. 20-летняя женщина с проблемой мукокутанного кровотечения. Синяки, то есть многие без следов о травме, некоторые обширные, больше апельсина. Длительное кровотечение из порезов, начинающие сразу же и продолжающиеся в течение нескольких часов. И, в принципе, задержанное заживание ран. Длительное кровотечение после потери коренных зубов длится несколько дней без медицинской помощи. Обильная менструация с момента менаржа, требующая консультации и медиамикатозная терапия для уменьшения кровотечения, плюс лечения железно-дефицитной анемии. Затем мы отмечаем отсутствие серьезных проблем с гемостазом, удаление зубов, операции, беременность. Ни у кого в семье не было проблем с нарушениями свертываемости крови. Неоднократно нормальная оценка ISTHBAT номер 7. Это норма. Норма составляет с 0 до 5 для женщин. Нормальный уровень термоцитов в настоящее время анемии нет. Итак, нет. Ее агрегация была проверена с помощью богатой термоцитами плазмы при 250 на 109 литров. У него была снижена максимальная агрегация с несколькими агонистами, включая 2,5 и 5 мм ADP, 1,25 мм НКГНМЛ каплогена, 1,6 мм аналога тробоксана, U4,6,6 и 19, и 1,25 мм НКГНМЛ ретецитина, эпинефрин. Вторичная агрегация отсутствует. Нормальная агрегация с арахидоновой кислотой. не показана. У нее также было тестирование на дефицит плотных гранул термоцитов с помощью электронной микроскопии. И было проведено также секвирование экзомы. Не было патогенных мутаций, объясняющих нарушение функций термоцитов, не обнаружено. И так, очень важные моменты относительно нарушений функций тромбоцитов заключаются в следующем. Кровь лечения похожа на болезнь фон Виллебранда. Затем некоторые существуют подтипы, например, дефицит плотных гранул, которые распространены примерно так же, как при болезни фон Виллебранда. Эта диагностика может быть затруднена, может проявляться тромбоцитопени или нарушением функции тромбоцитов. Необходимо оценивать количество тромбоцитов, морфологию тромбоцитов в мазке крови, а также функцию тромбоцитов. Некоторые имеют синдромальные особенности, например, синдром германского пудлака или фенотипы, не связанные с кровью. Например, тромбоцитопени с синдромом отсутствующего радиуса секвенирования экзома. Секвенирование экзома выявляет причину в основном у тех, у кого есть ясное подозрение на заболевание. Итак, здесь мы выделяем ПФД, это симптомы мукокутанного кровотечения. Они объясняют повышенные баллы кровотечения. Затем ПФД также у женщин больше кровотечений и более высокие баллы при кровотечениях, чем у мужчин. Очень интересно отметить, что эта функция явно выражает при сравнении мужчин и женщин. женщины с нарушением функции кровотечения отличаются большей пораженностью данной функции, чем у мужчин. И это, в принципе, выражено в статистических данных. Посмотрим на причины данных нарушений. И вот несколько лет назад были публикованы данные исследования. Итак, 91 ген были связаны с кровотечениями или тромботическими нарушениями. И 61 ген мутирует при нарушениях функции или образовании тромбоцитов с 27 и 61 генами. 27 и 61 геном наследуются по доминантному. Давайте посмотрим сейчас на следующий слайд. Здесь изложены более часто применимые тесты или исследования для PFD. Здесь, посмотрите, на табличку изложена точная информация по типу теста и комментариях. Например, PFA-100. Это на усмотрение проводится. Неадекватный для проведения скрининга для пациентам, имеющим данный тип нарушений. Затем время кровотечения. Какие комментарии мы можем сделать о том, что слишком много, нет необходимости это делать, потому что слишком много ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Агрегированное тестирование детектирует некоторые сложные или некоторые обычные и некоторые редкие PFD и так далее. Вы можете ознакомиться с табличкой. Были подготовлены, был подготовлен документ со стороны ISTH. И СTH рекомендовал изначальное лабораторное диагностическое исследование PFD. И этот документ рекомендовал первоначальное обследование, а затем второй шаг обследования. Все это изложено в табличке, которая представлена на экране. Вот мы недавно создали такую инфографику для вас, необычную, чтобы показать, как можно представить нарушения, которые уже были детектированы, исследователи, и те, которые все еще находятся на уровне обследования. Некоторые PFD все еще не детектированы, их невозможно обнаружить посредством тестирования. Например, синдром Скотта, который замедляет и приостанавливает прокагуальную деятельность тромбоцитов. Необходимо принимать это к сведению. Все разнообразие стратегий в первую очередь. Здесь выйдет информацию о лабораторной диагностике нарушений функционирования тромбоцитов. Здесь вы видите ссылку на веб-сайт ISLH, и вы можете ознакомиться со всеми соответствующими документами и руководствами. Конечно, в лабораторных условиях мы получили определенную идею о соотношении, о вероятности нарушения свертываемости крови для более часто проводимых тестов на функцию тромбоцитов. Очень важно анализировать данные тесты и данное тестирование. Посмотрите на данную табличку, которая состоит из четырех колонок. Это тип теста, это вероятность нарушения свертываемости крови для основе аномалий, которые перечислены ниже, затем соотношения и затем референтные показатели. Конечно, некоторые результаты LTE отличаются для так называемой родной, неразбавленной и скорректированной по количеству тромбоцитов богатой тромбоцитовой плазмы PRP. И когда мы сравниваем, мы видим разницу в подходах, в стратегии, которая применяется. И опять же на данной табличке, на данном графике изложена точная информация в этой связи. LTE также рассматривает руководство о том, как интерпретировать полученные результаты. И были в 2010 году опубликованы руководства по интерпретации. Мы смотрим на какие-то образцы поведения для того, чтобы прийти к определенным выводам. Мы видим ситуации, когда у пациента 2 или более аномалий. И это показывает то, что присутствует нарушение функции тромбоцитов. И тогда мы проводим второе тестирование. Переходим к следующему слайду, который резюмирует определенные уже образцы поведения при агрегированных анализах. И хочу отметить, что это очень важно при лабораторном анализе, что необходимо использовать всю эту информацию, чтобы и проводить различия между различными причинами нарушения функции тромбоцитов, чтобы не перепутать и правильно подходить к этому на уровне диагностики. Здесь показаны результаты анализа высвобождения LTE и ATP в случаях с подтвержденным дефицитом плотных гранул DGD. Конечно, существует очень важный результат. Он здесь изложен. К сожалению, не все тесты подходят. Поэтому мы рекомендуем, чтобы вы проводили именно данный анализ в своих центрах для проведения первоначального исследования. Мы также оцениваем пациента со значительной тромбоцитопенией плюс нарушенной агрегацией с помощью рестоцитинина и коллагена. Необходимо проводить последующие анализы. То есть, когда присутствует значительно сниженная до 27% экспрессия тромбоцитарного гликопротеина, но нормальная экспрессия GP-LBI-BIX. И предполагаемый диагноз является результатом варианта усиления функции ITGA2B или ITGAB3. Итак, нарушение функции тромбоцитов. В завершение скажу, что является довольно широко распространенной проблемой. Их очень трудно диагнозировать или провести диагностику. Спасибо за внимание. Говорит Глент. Большое спасибо, Катерин. Глент. Я очень ценю то, что вы рассказали о том, что мы нечасто затрагиваем. И что является очень важным моментом у людей с нарушениями свертываемости крови. Сейчас хотела бы вызвать Андрю Джеймс, который расскажет о беременности у женщин с нарушениями свертываемости крови. Анди, вам слово. Говорит Андре. Большое спасибо, Глент. Большое спасибо организаторам за то, что позволили рассказать мне о беременности у женщин с нарушениями свертываемости крови. Я хочу продвинуться к следующему слайду. А так, это мое раскрытие информации. Ничто не относится к сегодняшней теме. Я расскажу немножко о справочной информации. Кровотечение о материи. Вы знаете, что беременность – это гиперкоголиционное состояние. Очень важно знать, что у женщин со здоровой плацентой кровотечения во время беременности не бывает. А у женщин с нарушением свертываемости крови вероятность системного кровотечения во время беременности ниже, чем когда они не беременны. Однако, тем не менее, по сравнению с другими женщинами, вероятность кровотечения во время родов у женщин с нарушением свертываемости крови выше. Однако, вероятность массивного угрожающего жизни кровотечения у них не выше. И массивное угрожающее жизни кровотечения с коголопатией почти всегда развивается из-за кушерского или хирургического кровотечения во время родов. Давайте перейдем к фитальной ненатальной кровотечения. Это очень маловероятно у фитальной ненатальной кровотечения у младенца при легком или умеренном нарушении свертываемости крови. У младенцев с тяжелыми нарушениями свертываемости крови могут возникнуть угрожающие жизни или мозгу кровотечения, внутричерепное кровозлияние. Поскольку гемофилия передается по наследству аномальный ген только в одной, экс-хромосоме может привести к тяжелой форме заболевания у младенца мужского пола. А другие тяжелые нарушения свертываемости крови почти исключительно аутосомно-рецессивны, то есть требуют наличия двух аномальных генов, что встречается очень редко и редко предвидится. Если мы рассмотрим, то есть какова ситуация с нарушением свертываемости крови среди женщин, мы посмотрим на тех женщин, которые были зарегистрированы в центрах по лечению в Соединенных Штатах с 2012 по 2021 год. Здесь показаны пропорции различных нарушений свертываемости кремния у женщин, которые зарегистрированы там. 62% имели болезнь Велимбранда, 7% были носителями гемофилии, 11% имели различные другие дефициты факторов свертывания крови, 19% имели нарушения тромбоцитов и 20% были заболевания соединительной ткани или нарушения фиброэнелиза. И вы знаете, что беременность это гиперкогуляционное состояние и с этими уровнями фактора Вон Велимбранда, фиброногена, некоторых других факторов свертывания крови, фактора 9,4 и снижается белок С, фиброэнелогическая активность снижается, снижается количество тромбоцитов, но повысается средний объем тромбоцитов и также повышается реактивность тромбоцитов. А вот эти данные, которые вы видите на уровне послеродового периода, уровне факторов послеродового периода, это то, что мы используем. Есть золотистым цветом показаны женщины, которые не затронуты, и есть голубым это нелечимая болезнь Волимбранда, и красным это лечимая болезнь Волимбранда. И вы можете, как они очень высоко поднимаются в момент родов, а затем падают. То есть они практически через 2-3 недели после родов они на том же низком уровне. В голубом вы видите, что женщины начинаются во время родов с более 50% уровнем, как они повышаются и как они возвращаются к основной линии через 2-3 недели. И в красном вы видите уровни женщин с болезнью Волимбранда, насколько они были высоки, которые лечились согласно на протоколу. А здесь вы видите деятельность. Справа это деятельность фактора 8. Что же касается перепортального кровотечения при болезни фон Волимбранда, было дородовое кровотечение, послеродовое кровоизлияние и тяжелое послеродовое кровоизлияние, и также риск сформирования перинеанальной гематоны. А вот это данные из того же исследования, о котором я уже говорила, это измененная оценка PBIC в болезни Фи Волимбранда. Так, голубым цветом отмечены женщины без болезни фон Волимбранда, зеленым нелечимые, нелечащиеся, и красным это те, которые находятся при лечении. И вы увидите, что уровни очень схожи. Эти оценки схожи в первые 2 недели после родов, а затем есть большое различие, это относится к профилактическому лечению, и вы увидите, что красные колонки намного выше, чем голубые. И также потеря крови во время родов на 40% выше, чем у женщин, которые не затронуты этой болезнью. То есть те, и у женщин, у которых были более высокие уровни, чем 50%, и которые подлежали лечению, у них не было увеличенного риска. А теперь перейдем к гемофилии. На каждые 100 мужчин больных гемофилии приходится 156 женщин-носительниц гемофилии. Это категории носителя гемофилии. Возможно, вы не сможете прочитать все, что здесь напечатано на этом слайде, но позвольте мне описать вам, что категории сначала разделены на уровни плазмы фактор 8, фактор 9. У женщин с уровнями плазмы меньше 40%. Они имеют гемофилию, и их тяжесть классифицируется на три уровня. А справа вы видите это разделение на уровень плазмы факторов больше, чем 40%, и здесь женщины классифицируются в зависимости от фенотипа кровотечений, либо симптоматические носители, либо асимптоматические носители гемофилии. Затем я хотела бы сделать несколько замечаний относительно профилактики кровотечения у матерей в момент родов. Практически все кровотечения обычно обусловлены именно акушерскими или хирургическими причинами, а не существовавшими ранее нарушением свертовости крови. Поэтому это очень важно для нашего понимания, для управления. Акушерские и хирургические кровотечения следует лечить агрессивно и не винить какие-то нарушения кровонарушений. И сразу же после родов можно безопасно использовать трансоксамовую кислоту внутривенно. И в послеродовом периоде следует избегать приема нестероидных противовоспалительных аппаратов. А затем несколько моментов относительно болезни фон Мелимбранда и гомофилии. Как было указано на предыдущих слайдах, уровень фактора менее 50% после 36 недель увеличивается кровотечение природов. Однако нет, не существует рандомизированных исследований для руководства по лечению. Однако рекомендации основаны скорее на наблюдениях и на мнении экспертов. И лечение рекомендуется женщинам с уровнем фактора меньше 50%. И тип лечения и длительность лечения не является унифицированной, не является единой. То есть некоторые три дня, некоторые пять дней после родов и затем, если есть необходимость, продолжается дольше. То есть получаемые из плазмы или рекомендатные препараты рекомендуется вместо криопрецепитата или плазмы, если они доступны. А также местная анестезия, безопасность и уровень фактора меньше 50%. Итак, практически во всех случаях болезни фон Велимбарна, когда ребенок, не ожидается, что будет тяжело больной ребенок, поэтому в любом случае ребенок все равно может иметь риск. Поэтому необходимо избегать следующего. Нужно избегать применения электродов на голове плода, необходимо изменять оперативных вагинальных родов, то есть щипцов и вакуума, а также отложить обрезание у младенцев мужского пола до осмотра после родов. И когда я говорю об оперативных вагинальных родах, я говорю о ассистированных родах с помощью вакуума или щипцов. Что касается способа родовоспоможения и внутричерепного кровоизлияния, этот слайд основан на исследовании, которое было проведено в 2016 году. И при вагинальных родах внутричерепное кровоизлияние было 3.1%, а при кесаревом сечении это был 0.4%. То есть мы говорим о кесаревом сечении после схваток. Однако, если это начать делать сечение до начала родов, до схваток, тогда меньше риск. Так, это более новые данные, и они взяты из европейского регистра. Большое количество участников. И как вы видите, уровень внутричерепных кровоизлияний. То есть вы видите здесь проценты, и что приводит к заключению того, что кесарево сечение перед началом родов, начало схваток составляет 1.6% риска. То есть это намного ниже. Но что особо беспокоит, это то, что здесь наказано в ссылке, в сноске, что 18 ассистированных вагинальных родов произошло, когда был известен семейный анамнез, что составило 4% от 4-66 родов у обязательных или возможных носителей. То есть если, почему это произошло, да, ну, то есть голова, то есть когда единственным моментом ассистированных родов это провести кесарево сечение. И, конечно же, это единственный способ избежать оперативного вагинального рода разрешения. Это запланировать кесарево сечение. Что же, когда мы выявляем плод, подверженный риском, это женщинам, которые прошли генотипирование, им доступна специфическая генетическая цепь тестирования. И преимплантационно-генетическое тестирование эмбрионов или то, что очень популярно у нас в нашей клинике, это пренатально-генетическое тестирование путем взятия проб варсинхариона или амнициентеза, где нет риска. А также определение пола, плода. И затем мы можем сделать бесклеточное тестирование ДНК плода, то есть это после 10 недель детагестации. И преимплантационно-генетическое тестирование путем взятия проб варсинхариона или амнициентеза, либо ультразвук, 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 такая съемка. И это доступно практически везде в мире. То есть когда ожидается рождение ребенка мужского пола с тяжелыми нарушениями, возможными или диагностированными пренатально, я рекомендую кесаревое сечение. Это краткое резюме различных дефицита других факторов. различных, например, дефицит фактора 7, либо фактора 11, либо фибриногена. И, может быть, вы потом могли бы более подробно посмотреть на слайд. То есть те люди, у которых есть дефицит фибриногена, они рискуют не только кровоизлияние во время родов, но и также с риском прерывания, есть риск прерывания плаценты, а также прекращение беременности уже во время родов. Как видите, вы видели на ранних слайдах, что нарушения тромбоцитов даже более распространены, чем гемофилия, они более тяжелые нарушения тромбоцитов, они редки, и есть возможность проводить лечение всеми, которое было предложено в первом случае, плюс еще трансфузии тромбоцитов. И тромбоцилопения может получить наследованным от материнских аллантител, то есть полученные от матери. Ну и окончательное замечание это то, что у матери со слабым уровнем можно предотвратить кровоизлияние благодаря рутинной заботе и проведению родов, местных родов. Необходимо провести профилактику кровотечений, гемостатическое лечение и также иметь мультидисциплинарную команду для помощи, а также проводить роды в центре гемостада. То есть когда есть влияние на младенца, необходимо избегать инвазивных процедур, проводить обычный уход и чтобы ребенок мог родиться. Однако когда ожидаются тяжелые заболевания у младенца, тогда необходимо проводить травматичные роды, то есть проводить кесарево сечение до начала родов, до схваток. И предвидеть необходимость использования фактора, если есть необходимость, и мультидисциплинарная помощь, как всегда. Большое спасибо за то, что помогли мне, дали мне возможность выступить. Большое спасибо Энди за то, что вы рассказали нам о беременности у женщин с нарушениями свертываемости крови. У нас есть парочка вопросов. Катерина, большое спасибо, что вы уже ответили на несколько вопросов. То есть я хочу обратить внимание наших участников, что уже есть отвечены вопросы от Катерин, но позвольте мне начать с тех вопросов, которые заданы Анди, потому что тут целый ряд вопросов. Возможно, очень важный вопрос для нашей аудитории, если страны, потому что будут страны, которые сегодня слушают, а у них не всегда есть возможность таких сложных тестирования перед родами. То есть какова стандартная оперативная процедура, то есть чтобы узнать, если ребенок, младенец, находится в ситуации риска. То есть как рассматривать этот момент. В этом случае мы ожидаем, что либо мать будет иметь кровотечение, либо ребенок будет при риске до того, как родиться. То есть везде, где мы можем, мы используем ультразвук. Во-первых, чтобы посмотреть, это мальчик или девочка. Если это мужского рода младенец, я рекомендую проводить кесарево сечение. Но если у этой женщины уже были легкие вагинальные роды, и у нас в ультразвуке показано, что ребенок нормально пропорционален, тогда мы можем провести нормальные обычные вагинальные роды. Но у всех местах, где проводится, где есть возможность провести кесарево сечение, это намного легче, чем провести кесарево сечение, чем потом лечить у ребенка внутричерепное кровоизлияние. То есть иногда почему мы будем женщину, которая есть риском кровотечения и свертываемости крови, почему будем ей делать кесарево сечение? Но на самом деле запланированное кесарево сечение по сравнению со спонтанными естественными родами, они намного снижают риск кровоизлияния в мозг. А другой вопрос относительно слабого уровня нарушения свертываемости крови. Часто проводить диагноз новорожденного очень сложно. Какова у вас общая рекомендация по обрезанию у новорожденных? То есть подождать, пока будет сделан диагноз? Я уже много лет работаю в этом направлении, в этой области в целом. Лучше, конечно, более безопасный подход предпринимать, чем допускать кровотечение у новорожденных. И, конечно, это среди новорожденных, которые в нашем центре лечатся, это является одной из причин кровотечения. В наших программах, конечно, обрезание имеет место в разных культурах. И если это имеет место позже, мы, конечно, пытаемся доставить соответствующий препарат для применения в процессе обрезания, чтобы избежать соединенных кровотечений. И, конечно, говоря о следующем вопросе, у меня нет точного ответа. Вы что рекомендуете? Да, существует исследование для подтверждения этого, говорит Кэтрин. Прошу прощения, говорит Андра. И, Кэтрин, для вас вопрос. В странах с недостаточным количеством ресурсов, если у людей с нарушениями функции тромбоцитов, к сожалению, нет возможности работать с лабораторными анализами высококачественного характера. Как можно добиться достоверной диагностики, если необходимо брать анализы или пробу? Говорит Кэтрин. Существуют, конечно, различные стратегии по диагностике, которые основываются именно на взятии проб. И Андрея уже ссылалась на одну из этих методик для диагностики. Я, конечно, путешествовала, была в командировках в таких странах с недостаточным уровнем ресурсной обеспеченности. И в таких странах они проводят эти агрегированные тестирования и проводят диагностику нарушений функции тромбоцитов. Мне кажется, многие из таких стран действительно предлагают тестирование и диагностику, но проблема скорее возникает с недостаточным уровнем определения достаточного уровня тромбоцитов или с болезнью фон Виллембранда. Конечно, многие пациенты, которые не знают причину своего кровотечения и не могут провести тестирование, озадачены причиной возникновения данной проблемы. В этом заключается то, что нас беспокоит. У нас время еще для двух вопросов. Один для Грега, один для Энди. Редик, для вас вопрос. Учитывая различные препараты, которые коммерциализируются, продаются в различных странах, географиях, которые вы описывали, и те, которые сейчас разрабатываются и поступят на рынок в течение последующих будущих месяцев. Как вы считаете, какие препараты пациенты могут выбрать, и есть ли какие-то ограничения по поводу географической доступности данных препаратов, говорит Грег, конечно, как в прошлом, так и сегодня основной базой для каждого препарата является безопасность. И мы всегда руководствуемся этим. И, конечно, мы хорошо понимаем, как некоторые препараты уже функционируют. Нет здесь никаких неизвестностей, никаких вопросов с уже широко применяемыми препаратами. Если говорить о Дютере или других нововведениях, в зависимости от географии есть преимущества и недостатки использования генотерапии. И, возможно, были показания о том, что некоторые недостаточно адекватно реагируют на данную терапию. И надо посмотреть, доступ к какому лечению у вас имеется в вашей географии. Анди, возможно, это и не связано, Андрей, с беременностью, но, возможно, вы могли бы и ответить на него. Женщины с легкой формой гемофилии считаются, отражаются более жестким фенотипом, чем мужчины с таким же фактором, уровнем фактора 8 и фактора 9. Каковы основные причины, с вашей точки зрения, для более жесткого фенотипа среди женщин, чем среди мужчин? Да, хотя я и гинеколог, акушер могу, конечно, объяснить, потому что у женщин больше причин. У них есть менструация, аборты, кровотечение при рождении. И поэтому в два раза выше вероятности развивать данные проблемы, чем мужчины, потому что они подвержены кровотечениям значительно чаще по физиологическим причинам, как, например, аборты, как менструация и роды. Это очень простой вопрос на ответ на такой сложный вопрос. Мы должны уже завершать нашу работу. Большую благодарность хочу выразить всем нашим панелистам, нашим спикерам. За два часа мы охватили огромное количество тем, которые связаны с гемофилией, с нарушением свертываемости крови. Спасибо большое за ваше участие, за ваши великолепные вопросы. Увидимся в следующем году. Итак, Рождества вам хорошего и Нового года. Рождества вам хорошего и Нового года.